Глава одиннадцатая 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 Главы одиннадцатая Глава одиннадцатая Глава одиннадцатая Глава десять Глава hal Глава Dot И вели в город Бога многочисленные ворота из крепкой меди. Во всякое время года Дварака напоминала цветущий сад с полными водоемами, на зеркальной поверхности которых плавали диковинные лотосы, а вокруг бродили редкие птицы с блистающим оперением. И много было вдоль дворцовых стен озер, окруженных высокими тенистыми деревьями. В знак приветствия Кришны горожане украсили домы свои стягами и цветочными венками. Над кровлями храмов и богатых домов веялись знамена, как белые облака над горными вершинами. Поперек улиц были растянуты сплетения банановых и манговых листьев, дарующих путникам защиту от знойного солнца. Улицы лучшего из городов были чисто выметены и политы водою, мологоухающей сандалом и огуру. Повсюду на подносах с рассыпанным зерном стояли сосуды, наполненные спелыми плодами. У дверей нарядный жилищ были выставлены кувшины с простоквашей, горшки с питьевой водою, стебли сладкого тростника, спелые плоды. Повсюду курились благовония, горели светильники с ладаном, крыши домов расцвели принаряженными горожанами. Узнав о прибытии Кришны, поспешил к своему сыну великодушной Васудева. Друзья и родичи Кришны, Акрура, Уграсена, Баларама, Прадьюмна, Чарудешна и Самба, прервав кто трапезу, кто отдых, заполнили площадь перед городской заставою. Приятели государя наспех запрягли свои колесницы и мчались во весь опор, главным воротом обгоняя толпы чинных брахманов и знатных вельмож на слонах. Народ гудел в рожки, издавал радостные клики, пел песни. Сотни прекрасных, как жемчужин и жриц любви, танцевали на площади свой обольстительный танец. Юные и прелестные, они резвились пред своим государем, блистая, как звезды в облаках. Главным воротом столицы стекался простой люд и видные горожане. Певцы и лицедеи, танцовщики и музыканты, баснословы и площадные глашаты, всякий на свой лад угождал государю своим искусством. Затмевая великолепием светило небесное, Кришна шествовал среди пышного поезда и всех он приветствовал без исключения, друзей, родных и обывателей. Всякого удостаивал своим вниманием, всякому выражал должное почтение. Перед одним он склонял голову, других приветствовал словом, кого-то заключал в объятия, пожимал руку, кому-то бросал одобрительный взгляд или одаривал ласковую улыбкою. Старших он просил о благословении, младших благословлял сам. Всякого горожанина, от знатного чиновника до скромного простолюдина, всемогущий владыка обхаживал своим вниманием. Обласкав граждан, Кришна велел свите подать старшим родичам и брахманам колесницы и сопровождать их вместе с царским поездом до Дворцовой площади, где полным ходом уже шли приготовления к торжеству. С крыш дворцов женщины знатных семейств провожали государя восхищенными взглядами до самых царских палат, где гостей ожидал богатый и веселый пир. Хотя жителям Двараки многократно выпадало счастье созерцать Кришну, красоту и совершенство воплоти, всякий раз они не могли присытиться тем блаженством. И с восторгом они поверяли друг другу свои чувства, говоря, что грудь Господа – место упокоения богини удачи, его луноподобный лик – чаша со сладостным нектаром для глаз. Руки Кришны – источник власти богов, а лотосные стопы его – прибежище добродетельных, что во всем уповают на него. Чело Кришны защищал от зноеного солнца белоснежный зонт, широкий полукруг описывал над головою Господа белое пушистое апахало. На дорогу дождем сыпались лепестки роз. В золотистом одеянии, с цветочными венками на груди, бог богов представал темной тучей в окружении солнца, луны, радуги и молний. Приступив порог отчего дома, Кришна поклонился в ноги родителю своему Васудеве, матушке Деваке и шести своим сводным матерям. Со слезами радости женщины обняли свое ненаглядное дитя. Счастью Деваки не было предела. Она усадила Кришну подле себя, и от поглаживания его черных кудрей на груди у нее выступило молоко. Затем, испросив дозволения родителей, Кришна отправился в неописуемого великолепия палаты своих жен, коих было у него числом более шестнадцати тысяч. Царицы поспешно поднялись навстречу своему милому. Сердца их трепетали от счастья, но не смели они дать волю всем чувствам, ибо не пристало жене открывать душу любезному супругу прилюдно. Потому застыли они поодаль, смущенно потупив лик в земле и лишь изредка бросая на любимого кроткие взгляды. И увлекли они Кришну в самые сокровенные уголки своего сердца, и обласкали его в сердце своем жаркими объятиями, и расцеловали его прекрасными очами, а затем просили сынов своих припасть к груди неотразимого Кришны. И сколь не старались благоверные красавицы удержать в себе чувства, слезы горького счастья непроизвольно струились из их глаз. И не могли они оторвать взора от стоп своего повелителя, не могли досытиться новизной его облика. И мудрено ли земной женщине воспылать страстью к Кришне, если великая хранительница нетленного бытия снискала себе вечное убежище на груди прекрасного Господа? Разве сыщется в целом свете та, кто однажды, прильнув стопам Кришны, оставит их хотя бы на мгновение? Несметное множество владетельных князей населяли в былые времена земные просторы. И, казалось, власть их незыблема, а конница их, боевые слоны и рати пешие непобедимы, А военачальники их мудры и прозорливы, советники хитры и проворны. Но Кришна, не выпустив ни единой стрелы в нечестивцев, Избавил матушку землю и праведный люд ее от тяжкого бремени ненасытных царей, Посеяв средь сих гордецов такую вражду, Что в огне той вражды сгинули целые царские роды. Так ветер, крадучись в тростниковой чаще, Растирает друг от друга сухие ее стволы И учиняет в лесу великий пожар. А Кришна сошел на землю в облике владетельного правителя И силуя своих чар принудил смертных видеть в нем обычного человека, Подверженного, как и все они, мирским страстям, Неспособным устоять пред женскими чарами. Итак, царицы Кришны украдкой бросали на возлюбленного взгляды, В которых было столько нежности и волнения, Что способны они были вскружить голову самому Богу любви к Ами, Лишить охотника за сердцами его грозного лука с меткими стрелами. Обыватели неразумно полагают, Что вседержитель, сойдя в окружение тленной природы, Перенимает ее качества, поддается ее чарам. Но обладатель природы никогда не утрачивает власти над нею. Три вида обмана, Койби внешняя природа подчиняет себе всякое существо, Бессильные пред Всевышним, Ибо он и есть тот чародей, Что творит вездесущий обман. А всякий, кто нашел убежище в Кришне, Прозревает в истине И делается неуязвимым для обманчивой природы. Жены Кришны в самом деле полагали, Что любезный супруг их Пленен их женскими чарами И целиком принадлежит их власти. Рабы любви Не ведали они величия Кришны, Как не ведают его величия Самовлюбленные сильные мира сего. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА